Инспекторы ДПС внимательно следят за потоком проезжающих машин, время от времени останавливая автомобили, за рулём которых сидят представительницы прекрасного пола. Нет, это не очередной рейд или план-перехват. Так, сотрудники госавтоинспекции поздравляют женщин с 8 марта. Орбита, здорово! У нас праздничное мероприятие. Поздравляем вас как водителя с 8 марта. Только главное не нарушайте ПДД. Спасибо большое. Удачи вам, Толя. Насколько неожиданно, приятно, эмоции. Очень приятно, очень неожиданно. Спасибо большое. Удачи вам всем. Для правдоподобности и большего эффекта инспекторы сначала просят девушек-водителей предоставить документы. Внимательно их изучают и только после мхатовской паузы объясняют истинную причину остановки. Девушек при виде инспектора реакция всегда разная. В основном начинают переживать, искать документы. Но когда видят, когда инспектор подходит и дарит цветы, дарит правила дорожного движения и памятки по соблюдению правил дорожного движения, всегда улыбаются. И настроение приподнятое. Действительно поднять настроение девушкам за рулем и было истинной целью акции «Цветы автоледи», организатором которой выступили сотрудники госавтоинспекции совместно с членами общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Мы хотим поздравить автоледи, как говорится, с праздником 8 марта. Хотим пожелать им всего самого наилучшего, здоровья, чтобы всегда были такими же красивыми и никогда не нарушали правила дорожного движения. Всего таким оригинальным способом полицейские поздравили несколько десятков девушек. Не забыли про своих коллег-ветеранов ведомства. Подарки и поздравления для них организованы с доставкой на дом. Мне очень-очень приятно, что вы меня помните. Всех женщин поздравляю с праздником. Желаем здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего, чтобы их всегда любили, ценили, на руках носили. В целом акция «Цветы автоледи» безусловно удалась. Девушки получили приятные сюрпризы, теплые пожелания. В свою очередь поблагодарив инспекторов за подаренное хорошее настроение и пообещав неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Арнес Чуков, Роман Нагаев, Архизм, 24.